Вы следите, естественно, за финансовыми рынками, как финансист. Как они среагировали на второй минский мир? Что происходит в мере акций, облигаций, процентов, прибыли и так далее? До достижения соглашения второго минского меморандума рубль и рынок акций шел вверх. То есть явно ожидания рынка были о том, что в каком-то виде достаточно приемлемым для таких относительно спекулятивных движений будут достигнуты договоренности. Я не исключаю, что даже в какой-то степени в рынке участвовали деньги, которые имеют отношение к политикам. Потому что последние несколько лет, включая этот, есть впечатление о том, что есть нелегальные деньги, которые участвуют в торгах на так называемой инсайдерской информации. Это можно, наверное, было и отнести к торгам акций системы. Точно так же и сейчас. Рынок серьезно пошел вверх, рубль серьезно пошел вверх. И, наверное, это ожидание рынка того, что будет, во всяком случае, не так плохо, как ожидалось, с точки зрения не кошмарно-кошмарно, а просто ужасно. А ужасно лучше, чем кошмарно. Просто сегодня странные такие вещи. Рубль укрепился, потом, правда, немножко опустился к доллару и евро. А в то же время нефть опять пошла на снижение. То есть такая разнонаправленная тенденция. И, в общем, не очень понятно, что происходит. Во-первых, я думаю, что рынок в основном сначала думал, что будут введены еще большие санкции. И сейчас мы не говорим о том, что санкции будут сняты. Мы говорим о том, что новые санкции вряд ли будут вводиться на данном этапе. И рынок ожидал изначально другого положения вещей. То есть неприятностей ожидал. Больших неприятностей. Но экономика, которая в медленном таком, в замедленном действии катится в бетонную стену, этого никто не отменил. Поэтому я думаю, что эта тенденция в таком среднесрочном горизонте. И мы увидим снова падение. Вот Владимир Путин побывал в Венгрии недавно. И высказался по поводу событий вокруг города Дебальцево, который теперь действительно после второго Минского мира, а слово «мир» все-таки пока стоит писать в кавычках, потому что на бумаге мира в реальности война. Вот вокруг этих событий он высказывался по поводу перспектив капитуляции возможной украинских войск в этом городе. Давайте мы послушаем, а потом обсудим влияние всего этого на процессы в экономике. Надо закончить проблему, связанную с окруженной группировкой. Наша общая задача заключается в том, чтобы спасти жизни людей, которые оказались в этом котле. И чтобы вот этот нарыв не усугубил отношения между официальными властями и ополчением Донбасса. Конечно, проигрывать всегда плохо. Конечно, это всегда беда для проигравшего. Особенно, если проигрываешь вчерашним шахтерам или вчерашним трактористам. Но жизнь и жизнь, она точно пойдет дальше. Я бы считал, не нужно на этом зацикливаться. Скажите, ну вот в течение нескольких дней, там пяти примерно, да, вот шли эти бои за Дебальцева после того, как в Минске Путин сказал, что должен быть мир с одной стороны, а с другой стороны эти окруженцы должны, окруженные должны сдаться ополченцам так называемым, да. Вот, как вы думаете, ну, наверное, вы опять же там общаетесь с инвесторами, с западными бизнесменами, которые вкладывают в Россию. Они вообще понимают, понимают ли тексты Владимира Путина? Вот когда он говорит, что надо там спасти людей, там еще что-то, или там, это же не значит, что спасти людей, это надо, что занять город. То есть вот этот вот двойной подтекст, который постоянно им вкладывается в свои выступления. Михаил, это хороший вопрос, но какая разница, что говорит Путин, говорят инвесторы. Они не верят ни одному его слову. И на самом деле это неверие идет от лжи, которая несется от Путина. Мало того, ложь на самом высоком уровне. То есть, если вы спросите Ангелу Меркель, насколько она доверяет Путину, она скажет, что она не доверяет ему ни одного процента. Почему? Потому что он ей вот так, как мы сейчас смотрим друг на друга, он, глядя ей в глаза, лгал по поводу того, что в Крыму нет российских военных. А потом сам сказал, что они есть. А потом сказал, что они есть. Она, в общем, на этом любые остатки доверия разрушены. Точно так же сейчас, вот посмотрите, вы только что пускали эту запись Путина. Он говорит о том, что это ополченцы, что это бывшие шахтеры, бывшие трактористы. Но это... На главе с российским генералом. Международные террористы, которые... Их даже сепаратистами невозможно назвать, да? Они вооружены до зубов российским оружием, когда они сравняли Дебальцева с землей. Новым оружием. Откуда это новое оружие у этих трактористов и шахтеров? Интересно, что там появились, действительно, судя по тем записям, которые мы видим, танки уже не Т-64, а современных моделей, которые никогда на территории Украины не выпускались. И имеются только у России. То же самое вот эти системы залпового огня. То есть такое впечатление, что пришлось подвозить уже то, что сначала светить не захотели. И вот, продолжая ваш вопрос и ответ на него по поводу доверия инвесторов и то, как они его воспринимают, посмотрите на последнюю обложку журнала «Экономист». Это журнал, знаменитый на весь мир, очень уважаемый журнал. На нем изображен злобный Путин, который из темноты высовывается. И вот так вот на руке, на пальцах у него надеты нитки, которые он ими играет. И написано «Путинская война с Западом». Ну, как, и наверняка там можно почитать много чего интересного в этом журнале, как редакторских статей, так и других, по поводу того, как Путин лжет, обманывает, и никакого доверия нет. Да, вот интересно, между прочим, что за санкции, конечно, приходится уже платить. И платить достаточно, видимо, приличную цену тем же жителям России. Ну, вот я просто посмотрел последние сообщения сегодня интересные. Банки России в январе получили убыток в размере 24 миллиарда рублей. Я не знаю, это много или мало? Это много. А вы вот, мы были на конференции в Алтае, говорили о возможности банковского кризиса и даже такой финансовой паники. Есть такой риск? Он не есть, он материализуется даже точно в какой-то более жесткой или не такой жесткой степени, но абсолютно точно произойдет. Просто разрыв между пассивами и активами банков очень серьезный по трем направлениям. По направлению оценки между пассивами и активами. Пассивы – это депозиты, вклады населения, активы туда, куда эти деньги вложены. Соответственно, по оценке, а также по так называемой дюрации, на какой срок положены эти деньги и на какой срок вложены эти деньги. Если разрыв по срокам и также разрыв по ликвидности. То есть миллион рублей, положенные в Сбербанк – это ликвидный миллион рублей, которые являются миллионом в любую секунду. А эти деньги вложены в облигацию компании, которая обанкротилась, потом Сбербанку или кому-то еще, какому-то другому банку придется вставать в очередь кредиторов. И неизвестно, когда получать эти деньги и опять-таки сколько. Когда большинство населения поймет, что разрыв слишком велик, оно побежит снимать свои деньги в банке одновременно, это называется «бэнкран», то есть набег на банки. Именно так банки падают во всем мире, на самом деле. Это не характерно для России с точки зрения принципа действия. Ну и перспективы? Ну перспектива, де-факто правительство России придется национализировать банки, и денег не хватит на всю банковскую систему. За 15 лет правления Путина ни один человек из правительства или из администрации президента, или кого-то, кто совершенно близок к самым вершинам власти, не был схвачен за руку, не был посажен, над ним не было никакого суда. У нас в тюрьму сажается брат Алексея Навального, в тюрьме сидит Ходорковский с Лебедевым 10 лет, и по щелчку пальцев Путина освобождается. Но у нас сотни тысяч, десятки тысяч бизнесменов сидят в тюрьмах, но ни одного большого коррупционера из власти не посажены. Как вы представляете себе, что сейчас создастся такой прецедент? Раскроются все схемы махинации Ротенбергов, Тимченко или кого-то еще, как они миллиардные распилы делают от Газпрома. Ротенберг мост будет в Крым строить, видимо, для будущей Украины. Сонин также говорит о военных расходах. Там у Путина стоят с ножом к горлу военные и лидеры так называемого ВПК, которые точно так же с таким же ножом могут к нему прийти с другими целями. И это его поддержка, это его электорат, это его рейтинг, это он делает для того, чтобы оставаться у власти. Потому что система в России построена так, что большинство народа работает на государство, а государство из себя представляет в очень огромной степени силовиков. И как же можно с силовиками таким образом ссориться? Значит, тогда у него власть отберут. И плюс Сонин говорит о том, чтобы отменить санкции, вот эти антисанкции. А как же рейтинг? Которые против своего народа. А как же рейтинг? Это же все телевизионное шоу, телевизионный спектакль. Это по-тихому можно сделать. Ну, это по-тихому не сделаешь. Сначала сыр, потом колбаса, потом еще что-нибудь. Нет, я думаю, что все здесь построено на рейтинге. Рейтинг – это единственный телец, кому поклоняется политическая вот эта машина, так называемых политтехнологий. И вся вообще ситуация, которая возникла год назад с Украиной, она на самом деле таки имеет свои корни именно в рейтинге. Посмотрите, что на самом деле было с рейтингом и что произошло с рейтингом. Ну, падал, потом залетел. Теперь вот вечный Путин грезится. Да, и этот рейтинг нужно поддерживать. А его поддерживать очень сложно, потому что та экономическая ситуация, в которую Путин вогнал страну еще до Украины и еще больше с ситуацией в Украине, этот рейтинг начнет опять падать. Значит, нужно бесконечно придумывать способы этот рейтинг каким-то образом поднимать. Как это делать? Постоянно повышая ставки. Вы можете представить, что отмена антисанкций – это повышение ставок. Путин пытается дестабилизировать и, поимел успех в этом, дестабилизировать Украину, чтобы российский народ не взял пример с Украины и не сделал свой собственный Майдан. Путин пытается доказать, что революция – это плохо, что это кровь, смерть, раненые люди, горе и так далее. Полный хаос. Сепаратизм, да. Сепаратизм. Поддержанный им же, правда. Да, значит, вот это его цель. Поэтому он от Украины не отстанет с точки зрения дестабилизации. Мало того, он преследует ту же самую стратегию. Вернее, стратегии у него нет. Он преследует… Он тактик. И эту тактику он использует практически со всеми странами бывшего Советского Союза, которые устремляются куда-то из орбиты Российской Федерации. Такие, как Грузия, так и как Молдова. Мы знаем, что произошло с Грузией в 2008 году, что его мир не остановил тогда, что произошло с Приднестровьем, внутри России, с Чечнёй. И единственное, что он не успел сделать, потому что его не было во власти тогда, это страны Балтия. И вот это то, что он делает. И это его цель. Она просто от Украины не отстанет, пока он в власти. А что касается Украины самой, да, я согласен с, на самом деле, обоими участниками передачи с точки зрения их, вот, неких диагнозов. Но я не понимаю, у меня вопрос к обоим им. Прошел год с этой острой фазой революции. Почему этого не сделано до сих пор? Этого это чего? Почему вот этих огромных реформ не сделано? Что мешает эти реформы сделать? Вот это засевшие коррупционеры, рокировки во власти, где просто люди сменили маски, но остались такими же коррупционерами и пилят деньги в Украине. Стабилизация финансов, по крайней мере, за год была бы возможна, скорее всего. Или у Порошенко есть мандат, или у него нет.